здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на пятницу 8 декабря 8 декабря пятница это уже та неделя закончилась под конец которой начинаются какие-то корпоративы я так понимаю и у вас у всех скорее всего выходные расписаны у меня тоже возможно будет корпоратив в одиночку но сейчас не об этом сейчас о том что почти все газеты поднимают тему борьбы риши сонака за то чтобы убедить свою партию поддержать его последнюю попытку отправить мигрантов в руанду помог подготовить перевод газет нам дед мороз с которым вы связаться можете через приложение facebook просто найти его там как дед мороз в англии и дед мороз с удовольствием придет к вам домой и поздравит ваших детей но давайте все-таки газетам и так газета а и сегодня пишет что раненый в кавычках риши сунак сталкивается с наступлением со стороны консерваторов которые планируют проголосовать против его сделки с руанды об этом сообщает газета премьер-министр призывает свою партию поддержать его во время голосования на следующей неделе после того как министр по иммиграции роберт дженрика ушел в отставку из-за политических разногласий ну а в другом месте этой газеты тоже на первой странице грэг джеймс просит читателей помолиться за его счастливый брак перед выпуском очередной версии игры gta газета guardian также отмечает что премьер-министр борется чтобы удержать сломленную консервативную партию в условиях слухов о возможном смещении его с должности говорится что с учетом заявления либористов о том что они будут против законопроекта всего 29 голосов консерваторов потребуется для его отклонения поэт бенджамин зефания улыбается на первой странице тоже вы видите его фотографию сообщается о его смерти в возрасте 65 лет газета таймс пишет что юристы сказали риши сунок у что его схема с руандой будет серьезно в серьезном затруднении из-за того что она представляет из себя слишком легкий способ для мигрантов избежать депортации также на первой странице изображены певицы дуалипа и адель которые находились на ежегодном гала ужине холливуд репорт который проходил в лос-анджелесе ну я так понимаю у голливудских звезд эти корпоративы уже начались хотя не по моему них даже не прекращаются газета daily telegraph сегодня пишет о том что председатель консервативной партии ричард холден сказал бунтовщикам можно сказать истории что это безумие убирать риши сунока до следующих выборов об этом пишет telegraph поскольку премьер-министр сталкивается с поражением от палаты общин по законопроекту о руанде и также на первой странице вы можете видеть фотографию короля часа которого обнимает дед мороз не мороз санта-клаус посмотрите на разницу вот дед мороз вот санта-клаус конечно разные абсолютно но эта фотография была сделана во время неожиданного визита короля в торговый центр и линк бродвей газета daily mirror тоже поднимает вопросы о давлении на премьер-министра по поводу руанды объявляя что консервативная партия разваливается на глазах британия может направиться к четвертому премьер-министру менее чем за 18 месяцев пишут джон стивенс и софи хаскинсон ну а в другом месте газеты шер да она еще на плаву и она призывает читателей не списывать ее в ее 77 лет и она взяла и выпустила новый альбом очень интересно что она там спела действительно в 77 лет выдать еще один альбом это молодец газета daily express тоже отмечает нарастающее давление на реши сунака по решению сделки с руандой говоря что непокорный премьер-министр сталкивается с потенциальным мятежом со стороны членов своей партии ну и также вы видите изображение принцессы уэльской которая взята из рекламного видео рождественского гимна в вестминстерском аббатстве эту фотографию они поставили на первую страницу перед и трансляцией вот этого видео в канун рождества в девятнадцать сорок пять меня уж больно мне эти фотографии видео напоминают не напоминают а показывают для кого греют кресла газета метро брутальная безжалостность овстеда это заголовок метро которое сообщает о расследовании смерти директора рут перри которая совершила самоубийство в ожидании публикации отчета овстед сумет ходи коннер заключила что инспекция способствовала ее смерти и в определенных случаях была грубой и запугивающей говорит газета вот что значит аудит который ты можешь не пройти газета daily mail пишет что министра культуры люси фрейзер заявила что морально неоправданно заключать тюрьму людей которые не платят за тивиль телевизионную лицензию именно это вынесено в главную на главную страницу газеты daily mail я так понимаю большинство из вас не платит тв лицензию которой деньги деньги уходят bbc а вот как раз с bbc не все так гладко письмо опубликованное в газете написанная на следующий день после объявления повышения ежегодной платы на 10 фунтов 50 пенсов гласит что обзор этой финансовой модели модели финансирования bbc будет специально рассматривать вопрос уголовного преследования по лицензии то есть если вы не платите лицензию начинается уголовное преследование это неправильно в газете также сообщается что филипп шофилд отказался рассказывать о расследовании ай тиви по поводу своих отношений с молодым коллегам с коллегой мужчиной газета сан сегодня сообщает что младшие сотрудники слишком напуганные для того чтобы они могут потерять свою работу и не хотят высказываться по поводу романа бывшего ведущего ай тиви филиппа шофилда с молодым продюсером также газета публикует статью о руанде под заголовком я прекращу вот эти переходы на лодках и есть фотография риши сунока как вы видите в углу страницы газета financial times сегодня пишет о том что либерийская партия привлекла 10 финансовых советников для укрепления уверенности в своем бизнес секторе в интервью газете тулип сидик это теневой министр финансов заявила что ее партия приобщается к сити и прилагает усилия чтобы избавиться от восприятия что она насмехается над бизнесом ну а еще одна фотография которую вы видите наверху страницы там женщина протягивает руки вверх в отчаянии среди обломков разрушенного здания после израильской атаки в газе вполне вероятно она потеряла кого-то из близких после этой атаки ну а газета daily star сегодня пишет целый рассказ о контрабанде животных заявляя что половина зоопарка в кавычках было обнаружено в трусах мужчины в аэропорту банкока было спасено две выдры и дикообраз то есть представьте себе у мужчины из штанов вытащили вот этих животных меня удивляет конечно не так выдр как дикообраз ну что ж давайте теперь отпустим деда мороза и отключимся от газеты посмотрим что именно пишет сегодня средства массовой информации в британии в основном и так великобритания заплатила руанде дополнительно 100 миллионов фунтов за соглашение о переселении туда беженцев об этом заявил главный гражданский служащий министерства внутренних дел великобритании в письме парламентариям ранее лондон и решит сунок уже выделили африканской стране 140 миллионов фунтов по словам чиновника в следующем году руанда получит от британцев еще 50 миллионов хочется напомнить что этот скандальный план по переселению беженцев в руанду и по переселению некоторых просителей убежища из великобритании для рассмотрения их ходатайств пока что не реализован из-за протестов правозащитников и судебных исков ну а я-то в принципе надеялся что деньги британских налогоплательщиков пойдут на более благие цели чем подкуп африканских диктаторов но в любом случае для риши сунока вот вся эта ситуация похожа на то что его все-таки его могут сместить даже с кресла премьер-министра бывший премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз появился на публике на этот раз он давал показания по поводу своих действий или бездействия во время пандемии коронавируса политик отверг все обвинения в том что он якобы проводил политику пусть все идет как идет и не спешил вводить второй локдаун осенью 2020 года Джонсон заявил что его целью всегда было спасение человеческих жизней всех возрастов бывшего премьера спросили также о скандале с нарушением им самим к видных ограничений однако Джонсон пол просто отмахнулся назвав это надуманной проблемой но как вы понимаете Борис Джонсон всегда умело жонглирует правдой а теперь уже вовсе забыл что это такое и об этом говорят карикатуристы из газет когда они напоминают о том что он пытался бороться с ковидом засовывая в нос фен неоднократно уже я вам говорил что у нас есть канал телеграм который более защищен чем какие-либо ваши ватсапы потому что шесть бывших офицеров лондонской полиции приговорены к условным срокам за распространение в отца менеджере российских и оскорбительных сообщений судья заявил что подобное поведение у полиции подрывает доверие общество в целом к правоохранительным органам большинство фигурантов дело уже на пенсии но один все еще работал в службе погранохраны скандальные переписки стали известны журналистам после того как один из участников чата возмутился их содержанием и передал скриншоты прессе среди всего прочего полицейские издевались сообщениях над самой меган маркл представляете расизм в полиции до такого быть не может это же образцы добропорядочности и законности по крайней мере в англии не так ли группа юристов подала в суд многомиллиардный иск против британских операторов мобильной связи знаете в чем дело оказывается их обвиняют в незаконном взимании платы с абонентов по мнению истцов компании такие компании как vodafone и и 3 и отцу не снижали стоимость своих услуг для клиентов после того как те выплачивали полную стоимость своих мобильных телефонов полученных по акции в результате люди переплачивали за связь и если суд теперь примет сторону истцов пострадавшим абонентам могут выплатить компенсации в размере более трех миллиардов фунтов стерлингов так что если вы до сих пор пользуетесь своим nokia 3310 купленным на контракт вам скорее всего стоит проверить свой контракт пересмотреть его а то не дай бог вы переплачиваете своему провайдеру небольшой валийский городок мортер тифил оказался в центре мировой фармацевтики именно там в начале 90-х годов проводились клинические испытания препарата который стал потом широко известным как виагра местные рабочие и бывшие столевары которые остались без работы после закрытия металлургических предприятий записывались добровольцами для медицинских экспериментов ради денег они не знали что принимают препарат для лечения стенокардии и гипертонии однако побочные эффекты этого средства в виде стимуляции эрекции заинтересовали фармацевтический концерн файзер который затем провел дополнительные испытания и вывел на рынок виагру первый препарат для лечения эректильной дисфункции представьте себе как были удивлены эти столевары когда они принимали препарат от гипертонии получили такой бонус и в виде в виде серьезной эрекции и вообще кто бы мог подумать что в захолустном валийском городишке синтезировали вот это лекарство для мужского здоровья в это время где-то на авторадио была своя виагра кандидат в лидеры лейборийской партии кейр стармер подвергся нападкам со стороны пропалестинских активистов во время своего визита в глазго они обвинили политиков поддержки геноцида в секторе газа и призывали его арестовать поводом для недовольства послужило недавнее голосование стармера в парламенте против резолюции с призывом к немедленному прекращению огня между израилем и боевиками хамас часть депутатов лейбористов тогда в знак протеста вышли из фракции между тем сам стармер заявил что израиль имеет право на самооборону но похоже на то что не только израиль имеет право на жесткие методы борьбы за выживание а также не имеют право все те кто поддерживает палестину полное это видео вы сможете увидеть в нашем канале телеграм железнодорожная линия crossrail сегодня сообщает о серьезных задержках движения поездов у станции паддингтон с самого утра а причиной тому стало как оказалось случайная встреча музыканта джеймса бланта и телеведущей рэйчел райли которые попросту застряли в одном из составов на 4 часа ну и как рассказывают пассажиры эти знаменитости скрашивали ожидания распитием алкоголя и громким пением хитов бланта когда поезд наконец-то остановили и эвакуировали людей очевидцы сняли на видео и сфотографировали как блант и райли радостно обнимаются на железнодорожных путях ну и теперь службам железной дороги придется устранять последствия их веселья отмечают в crossrail в целом какая-то приятная новость хотя бы одна радостная встреча застрявших в поезде пассажиров которая хоть кого-то не расстроила глава внешполитического ведомства великобритания лорд кэмерон призвал американских законодателей одобрить выделение дополнительной военной помощи украине по его словам блокировка пакета на блокировка пакета помощи на сумму 106 миллиардов долларов со стороны сенаторов это просто рождественский подарок путину и си цзиньпину лорд кэмерон высказал убеждение что запад обязательно должен поддержать киев всеми мерами поскольку иначе аппетиты российского президента могут выйти далеко за пределы украины в свою очередь американский президент джо байден также призвал одобрить эти средства для киева предупредив об угрозе агрессии москвы в отношении стран нато вы знаете это новость мне нравится молодец кэмерон зачем тратить английские фунты на помощь украине если можно попросить тратить американские доллары очень хорошая логика а фунты пускай остаются в этой стране и работают на англичан ну по крайней мере как я надеюсь возвращаясь к железным дорогам глава конгресса британских профсоюзов полновок назвал недавно принятый закон о минимальном уровне обслуживания во время забастовок сплачивающим моментом для трудового движения по его словам новый злонамеренный закон лишь усилил поддержку профсоюзов среди рядовых работников новак заверил что конгресс будет защищать любого кто реализует конституционное право на забастовку консервативное правительство подтолкнула скандальный законопроект после масштабной волны протестов медиков и учителей с требованием повышения зарплат кто бы мог подумать профсоюзы недовольны законом против забастовок очень интересно ну а если вы застряли в транспорте по крайней мере в городском транспорте то знайте если у вас есть машины мировые цены на нефть продолжают снижаться уже седьмую неделю подряд это самое продолжительное падение с 2018 года в результате стоимость барреля опустилась ниже 75 долларов при том что в сентябре она находилась на отметке около 100 долларов и такое резкое снижение котировок происходит на фоне опасений замедления мировой экономики и скепсиса относительно недавнего решения опек о сокращении добычи нефти таким образом водители великобритании вполне возможно может ожидать понижение цен на бензин в преддверии зимних праздников ну не может быть хочется воскликнуть и с надеждой посмотреть на то как подешевеет бензин пенса на 3 и в принципе хорошо что он подешевеет на сэкономленные деньги я точно наконец-то смогу купить себе яхту прекрасная фотография winter wonderland в гайд-парке не может вызвать самые разнообразные чувства с одной стороны можно наслаждаться вот такой вот красотой прямо в гайд-парке и фотографироваться где-то там возле этих ярких аттракционах ну а некоторые презрительно кривятся и считают это каким-то базаром дурного вкуса при этом иронизировать над несу за над несу разной пародии на рождество за чашкой глинтвейна тоже некое извращенное удовольствие тем более что эта чашка стоит как крыло от самолета хуже всего если вас сочтут вот именно тем человеком которому нравится эта кричащая витрина но будем ли мы в данном случае проявлять снобизм и классовую неприязнь к простым развлечениям не знаю ведь все приходят в этот winter wonderland для того чтобы заняться какими-то приятными глазу делами пусть за немалые деньги билеты то на аттракционы стоит баснословно билеты на еду и выпивку в этом парке стоит тоже как я уже сказал луноход можно купить за такие деньги но зато есть преимущество вход в парк бесплатный согласно заявлению британского министерства транспорта в 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях с участием нетрезвых водителей погибли от 240 до 280 человек и это самый высокий показатель с 2009 года что еще раз напоминает об опасности садиться за руль в нетрезвом виде особенно в предновогодние дни когда многие ходят на вечеринке как я уже сказал на корпоративе употребляют спиртное алкоголь существенно снижает скорость реакции ухудшает когнитивные способности необходимые для безопасного вождения хочу напомнить что конечно в великобритании есть допустимый уровень алкоголя для водителей он составляет 80 миллиграмм на 100 миллилитров крови шотландии запомните эта планка еще ниже там 50 миллиграмм но в любом случае я против того чтобы человек выпил и потом сел за руль будьте пожалуйста осторожны на дорогах и лучше протрезветь и вызовите такси позвоните трезвому другу пусть вас отвезет домой не пейте за рулем соседи джимми пейдж слева и робби вильямс справа ну женой айды конечно вы понимаете что вот это вот робби вильямс а это его жена а там джимми пейдж они в очередной раз вступили в ожесточенную битву из-за планов вильямса сделать пристройку к подвалу в свою в своем доме в холланд парк они соседи у них два дома которые разделены просто забором казалось бы два музыканта два человека из бизнеса но нет они ругаются а в чем оказывается дело на самом-то деле расширение жилой площади вниз в сторону подвала может более чем вдвое увеличить стоимость дома в некоторых районах лондона об этом свидетельствует исследование агентства фокстон больше всего выгоды получают владельцы особняков конечно в кенсингтон и челси в среднем там подземные этажи удорожают дом на 96 процентов представьте себе это все объясняется высокими ценами на недвижимость престижных западных районах столицы и наличием свободных участков под застройку впрочем специалисты указывают на проблемы из-за шума во время многомесячного строительства с которыми сталкиваются соседи владельцев таких амбициозных проектов как раз вот эта ситуация и послужила таким триггером для скандала между пейджем и вильямсом шум в то время пока вильямс устроили бассейн в подземном этаже но в любом случае подвалы вместо этажей вверх это именно тот выход нормальный выход для всех тех у кого есть там собственности кто хочет расширить свою жилплощадь ну а соседи пусть потерпят что ж делать бристольский университет принял решение отказаться от исполнения государственного гимна британии на церемониях вручения дипломов представьте себе некоторые студенты начали жаловаться что гимн божий храни короля устарел не уместен или даже не дай бог оскорбителен для представителей каких-либо меньшинств этот гимн будут играть только при присутствии членов королевской семьи это решение вызвало критику со стороны преподавателей и правозащитников а вот сейчас обидно было сказал бы владимир владимирович путин но ведь действительно без гимна без божий храни короля церемония вручения дипломов просто не полноценно и теперь придется приглашать самого короля на каждое вот такое мероприятие не так ли ну а теперь давайте перейдем прогнозу погоды с игорем павловым привет друзья с вами снова игорь павлов чтобы привнести немного солнечного настроения в этот дождливый день великобритании новости от метеорологического бюро дождь как обычно решил внести свою лепту в наше зимнее настроение да друзья до 80 миллиметров дождя в некоторых районах а на возвышенностях шотландии даже до 100 миллиметров это больше чем я успела выпить чаю за весь день предупреждение о наводнениях приходят отовсюду министерство природных ресурсов уэлса шотландское агентство по охране окружающей среды департамент инфраструктуры северной иландии и конечно же наше любимое агентство по охране окружающей среды англии но держитесь друзья как говорит кейт маркс менеджер по бобре по борьбе с наводнениями мы можем исправиться закупайтесь лодками сапогами и не забудьте про банки с бобами сегодня после обеда даже будет солнечно в центральной части страны чтобы выйти и насладиться тем небольшим огоньком который светит между дождевым каплями ну а в субботу но мы всегда можем сказать что у нас будет уникальный дождевой опыт всем добра и пусть ваш день будет таким же бодрым как и мой оптимизм спасибо за такие оптимистические мысли а я тоже на этом в принципе заканчиваю передачу был рад что вы провели эту неделю с нашими новостями и надеюсь что за неделю приняли правильное решение подписаться на наш канал в студии был олег хилл я желаю вам всего самого хорошего на этих выходных не пейте за рулем еще раз хочется предупредить но я знаю что вы молодцы и пьете только по домам всего вам доброго встретимся на следующей неделе